привет привет я в зимней резиденции пытаюсь ночью связаться с жене потому что это последний день когда можно будет ее выловить да вот озвучивая обычно вот так с этой банкой у меня skype выплюнул меня из аккаунта я обычно пытаюсь не снимать ночью потому что во-первых мне нравится дневное освещение во-вторых чтобы хоть что-то меня мотивировало захватывать дневное время знаешь что такая лиза питеркина она наверное в каких-то узких кругах известны короче это дама из нижнего новгорода ей не знаю там под 50 может за 50 но такая хвост бодрая и в общем она какая-то литераторша и я так понимаю что она в литературном сообществе славится своими эротическими вершами но тут она встретила в нижнем новгороде китайца какого-то супер-пупер китайцы который колол иголками не знаю какие-то там чудеса творил и в нижнем новгороде сидел видимо потому что женился на новгородчанке и короче там осел от него она набралась всякой китайщины ушла от своих эротических виршей и теперь вся китайских темах написала на книжки под наставничеством этого своего китайца почти все статью не обычно все обращено к женщинам видимо это золотая жила про женщин в россии и я искала что она пишет про и неян там у нее много естественно тематик про секс и оргазмы и все прочее но там она после того как она познакомилась с мастером она уже стала говорить что это вообще к физической составляющей не имеет отношения что настоящий оргазм это вообще не имеет отношения к телу и настоящий любовник это тот кто умеет поднимать энергию из нижнего дантяни в верхний в пиковый момент в общем кошку это возмущает но про и не я не правда не очень поняла она в книжке пишет что и нет это все-таки женская ян мужское а в статьях она пишет что разделение это все-таки не такое попсовое и что энергия вообще-то вообще-то только ци а и ньян всякие противоположности и дальше она развивает теорию что иньская это скрытая внутренняя а янская это направленное вовне и вот всякие типично женские штучки типа каблуков и маникюра это на самом деле янские проявления потому что они внешне другое взгляд на и ньян у меня был от какого-то мужика нашего который видимо инструктор от минтана и он говорит что это вообще супер относительно и и ньян вообще познается только в сравнении двух объектов один с другим то есть мы возьмем две чашки то одна из них будет и не другая будет я если мы возьмем двух девушек одна из них будет ин друг другая одна по отношению к другой и вот так вот что это четко инь а это четко ян вообще такого не существует что ты думаешь о таких теориях что из этого полный бред а что нет знаешь я просто думаю что я не настолько глубоко погружена в тему чтобы выносить свое экспертное мнение по данному вопросу потому что я знаю видимо такую опять же лайтовую гламурную базу по поводу того что и не это действительно женское я на это действительно мужское инь это нечто инертное относящиеся там к зиме к времени года там и так далее а ян это нечто такое горячее относится к сезону леток к времени дня полудню я как-то по-крестьянски отношусь к всяческим разговорам по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной я по-прежнему очень совдеповский считаю что это глубоко индивидуальный вопрос и развиваться и обсуждаться он должен только между теми двумя заинтересованными сторонами между которыми происходят эти взаимоотношения я очень не люблю все вот эти семинары рассуждения публичные она тему межличностных отношений которые сейчас очень распространены потому что я убеждена что все равно это достаточно индивидуально персонально и если грубо говоря между двумя людьми не возникло столь глубокого интереса друг другу который бы привел их к желанию взаимно развиваться до взаимосвязано развиваться в отношениях во всех гранях до этих взаимоотношений интересующие всех направляющая она достаточно узка я не считаю что очень серьезное развитие в этом направлении подарит отношениям гарантию счастья и решит все проблемы я кстати от какого-то сексолога слышала идея то сексуальная сфера наоборот всем рулит то есть если там все нормально то и в остальных точно все нормально может быть я не следующий в этих вопросах понимаешь я я достаточно динозаврически развита и да я считаю что если два человека они как-то хотят вместе там развиваться например жизнь прожить вместе умереть в один день то наверное они разумно будут возникающие проблемы совместно решать искать информацию в тех проблемных зонах которые у них возникают вот а если им это перестает все быть интересно они в общем-то расторгают эти взаимоотношения но мне кажется что это цивилизованно но это не имеет отношения к энергетическим практике нет но почему же и к этому имеет просто это это не все в отношениях между и я женщины и мужчины то есть ты и не я позиционируешь как же и женское и мужское но это не я позиционирую я следую тому что я знаю это озвучиваю вот вас мастер этому как-то обучал он рассказывал эти концепции у нас нету практики связанные с сексуальным каким-то аспектом он рассказывает например что вот и не я не и нет женское я на мужской да это базовая концепция это не концепция нашего мастера это вообще в принципе базовая концепция цигун что и не относится к инертности к женскому направлению а я на то к активному мужскому направлению относится это просто такая классическая база это не какие-то персональные но это гендером относится или нет или это какая-то отвлеченная отвлеченная женская генера который как относится да это этот же к женскому к женщинам относятся вплоть до того что у нас есть такая история в школе что изначально у нас мастер изучил начал обучаться у женщины она была слепая и она восприняла его энергетику как женскую и обучала его как женщину а потом когда она поняла что это мужчина она перестала его обучать о есть такая история но не знаю насколько это правда я тебе уже говорила что я все эти сказки очень не люблю да и я эти все пересказаны из уст уста наверное она очень сильно искажается но вот такая байка у нас школе есть но все равно нет такого что все женщины и не а все мужчины яны и что должно должен приобрел дать какой-то все такие разные мы мы хоть и все очень одинаковые но мы все очень разные я думаю что иначе бы во всем вот этом просто не было бы смысла если бы мы имея очень много похожего не были бы очень сильно разными поэтому наверно в ком-то преобладает я в ком-то преобладает и например вот я изначально когда практиковала мне очень не хотелось например классическим образом складывать руки да то есть вот у нас есть разница между наложением руку мужчин и у женщин я складываю руки по-мужски изначально а вот сейчас когда я практикую я складываю руки по-женски я не не знаю как это прокомментировать и но в общем то вот скажем так это такое было плане близко к вот интересующим темам интригующим есть практика у мужчин по-моему она называется тысячи юаней или тысячи золотых юаней или 10 тысяч золотых юань что-то такое про золотые юани это исключительно связано с мужской физиологии и со способностью там сохранять эрекцию а я что-то видела про . на 10 миллионов что-то такое да вот это про как этого чувака который так хорошо продвинулся в коммерции зовут который еще много книжек написал такое главный китайский тантрик ой я с тантриками а этот короче у вас его уважают или как это питеркина которая вроде бы у этнического китайца училась его как-то не очень жалуют или что они это он все вылетела действительно тоже из головы я не могу отвечать там за какую-то школу за каких-то там суббудистов вообще за какое-то сообщество я не могу отвечать я могу только свое мнение высказывать мне кажется что это правильно и вот мне этот человек просто неприятен лично да то есть я посмотрела пару его роликов и я не стала больше этого смотреть мне это неприятно вот мне вообще неприятно когда вот такие физиологические моменты объясняются на публику и транслируются массово я считаю это очень индивидуально может еще особенность китайской культуры они же там любят пукнуть рыгнуть поэтому им проще не обсуждается как бы понимаешь то есть это же разница просто менталитета разница между мужской и женской энергетикой существует да но в нашей школе кроме наложения рук мужчин и у женщин разного разницы в практике больше никакой нет Почему я думаю, что мы с днем очень длинных? Потому что мы с днем не садится. Ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь.